2008 год. Бесспорно лучший год в истории российского футбола. Полуфинал Евро под крики Черданцева «До свидания, Голландия!», божественная игра Аршавина, победа Зенита в Кубке UEFA и Суперкубке на ДМЮ. Наших игроков хотели видеть у себя многие топ-клубы Европы. Было очень приятно наблюдать за тем же Шевой в арсенале, за отменным завершением Павлюченка в Тоттенхэме, за Беллиддиновым в Эвертоне, за Жирковым в Челси. Но проходит всего пару-тройку лет. Мы самым что ни на есть позорным образом не проходим на чемпионат мира, уступив Словении. А позднее, при в целом достойной игре, не менее постыдно, вылетаем с Евро-2012. И все, тупик. Россиян не то, что уже не хотят, над ними насмехаются, придумывая даже отдельные глаголы, как, например, Киржаковт. Дорогие зрители, это один из последних выпусков энциклопедии Евро. Сегодня мы с вами постараемся разобраться, что же случилось в групповом этапе с нашей сборной России. Вспомним вопиющий скандал с участием арбитра Кашай, не пустивший в плей-офф наших соседей из Украины, а также растолкуем три полоски на спине великого и ужасного Марио Балателли. В общем, будет, как всегда, интересно. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Место проведения 18 апреля 2007 года предложение Польша-Украина было выбрано голосованием исполнительного комитета УЕФА на заседании в Кардифе. Впервые после Югославии в 1976 году УЕФА передал организацию турнира бывшему Восточному блоку. Формат Регламент отбора к чемпионату Европы 2012-го отличался от регламента чемпионата Европы 2008. Было решено увеличить количество отборочных групп с 7 до 9 и сократить таким образом число отборочных матчей. Напрямую в финальную часть выходили победители групп и лучшие из команд, занявших вторые места. Оставшиеся 8 сборных, занявшие вторые места, разбивались на пары и проводили между собой стыковые матчи. Формат финального турнира изменений не претерпел. Ход турнира Фаворитом первой отборочной группы как на бумаге, так и на деле стала сборная Германии. Бундес-машина не оставила и тени сомнения в своем превосходстве. Ни одна из команд не смогла отобрать ни одного очка у подопечных Юахима Лева, которые выиграли 10 матчей из 10. Вторую отборочную группу выиграла сборная России. Выражаясь в футбольной терминологии, и это была волевая победа россиян, ибо стартовали они в отборочном цикле не лучшим образом. После дежурной победы над Андоррой уже во втором туре последовала оплеуха от словаков, которые обыграли подопечных Дика Адвоката в Москве. Болельщики сборной весьма болезненно восприняли это поражение. Решающей для раскладов группы стала игра сборной в Словакии, которая к тому времени потеряла слишком много, чтобы претендовать на место в финальном турнире. Учитывая, что завершали россияне отбор с Андоррой, было очевидно, что победа над Словаками практически обеспечит им путевку в Укрополь. И россияне выстрадали эту победу. Победный мяч за 20 минут до конца с помощью рикошета от защитника провел Алан Загоев. Дальнейшая игра с Андоррой была делом техники. 6-0. Кстати, в этом матче голкипер сборной России Зенита Вячеслав Малафеев поставил национальный сухой рекорд. Питерец превзошел достижение, принадлежавшее ранее Руслану Нигматулину. К моменту окончания отборочного цикла показатель Вячеслава составил 525 минут. В группе С всех поразила Эстония, которая расположилась сразу за итальянцами. Эстонцам во многом помог технарь сборной Сербии, фанаты которой ввиду провала на старте спровоцировали гневную реакцию. В выездном матче против Италии в Генуе на стадионе сербские полелы организовали беспорядки, из-за которых шотландский арбитр Крейг Томпсон прервал встречу уже на шестой минуте. Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА присудил сербам техническое поражение. Французы едва не проиграли группу сборной Боснии-Герцеговины. В решающем матче отбора они встретились на стаде Франц, и гайским петухам всего-то и нужно было не уступить. Казалось бы, задача предельно простая, особенно учитывая прагматичность и мощь французов в этом цикле. Но все с ног на голову поставил боснийский форвард Эдин Джека, открывший счет в конце первого тайма. Хозяевам на помощь пришел шотландский арбитр Крейг Томпсон, который поставил в ворота боснийца в крайне сомнительной пенальти, спасшей задницу хозяйского коллектива. В принципе, сборная Франции довольно ровно прошла свою дистанцию. Провал случился лишь на старте, когда в дебютном официальном матче Лорана Плана его подопечные опозорились на своем поле, уступив минуту славы для зрителей СНГ белорусам. Вот же были времена. Победители и участники стыков оставшихся четырех групп представлены перед вами. Из интересного можно отметить, что лучший снайпер отбора класс Ян Хундлер затесался в группе Сан-Марина. Ну, как говорится, а с кем же еще? Отметим также голевую комбинацию сборной Испании, которая продолжалась одну минуту и 34 секунды. В забитом голе приняли участие все 11 игроков Красной Фурии. Нельзя пройти мимо и тренерской отставки в стане сборной Англии. ФАА вынудила уйти в отставку Фабио Капелло, который заступился за Джона Терри. Федерация стала рассказывать главному тренеру, что тому, мол, надо лишить Джона капитанской повязки за российские высказывания в адрес Антона Фердинанта. Дон Фабио послал чиновников далеко и прямо. Они, в свою очередь, ответили тем же. А вот вам еще одна дичь с тренером. Группа H. Путевки в Украину и Польшу разыгрывают Португалия, Дания и Норвегия. Португальцы начали отбор из рук вон плохо, поставив под сомнение возможность попадания на Евро 2012. После домашней голевой перестрелки с Кипром 4-4 перенейцы уступили в гостях сборной Норвегии. Это заставило Португальскую Федерацию провести шоковую терапию и уволить главного тренера, который, к тому же, здорово оскандалился, едва не подравшись с инспектором допинг-контроля. Карлу Шакируша во главе команды сменил Паулу Бенту, но от стыков это перенейцев не спасло. Хотя, когда в твоей команде сам лично Криштиану Роналду, то не поможет ей, как сказал один из моих любимых комментаторов Роман Трушечкин, Показать хороший удар со штрафного. Летит мяч! Колоссальный гол! Колоссальный гол! Я думаю, что здесь ни при чем лазерные указки, ни при чем инженер Гарин со своим гиперболоидом. Это был потрясающий удар португальского капитана! В итоге португальцы выносят Боснию с хоккейным счетом 6-2. Их коллеги, хорваты, ирландцы и чехи, тоже подстать. Уверенные победы над соответственно турками, эстонцами и черногорцами. Интриги в стихах к сожалению не получилось. А вот в групповом этапе финальной пульки интриги было хоть отбавляй. И практически в каждой группе. Начнем мы наш обзор с группы А, в которой помимо Польши, Греции и Чехии выступала наша сборная России. А что касается игры, то ее можно смело ставить в один ряд со знаменитыми 3-1 над Голландией. Это было очень страстно, ярко, красиво и незабываемо. А под комментарии Владимира Стогниенко залипнуть можно на неопределенное время. Вот это я понимаю футбол. Тот случай, когда сборной не помешали ни бесконечные промахи Киржакова, ни быстрый гол Чехов во втором тайме. Парни играли в свое удовольствие. Даже, блин, замены почти все сыграли. И, конечно же, после такого ожидания были космическими. В принципе, и ничья с Польшей поклонников российской сборной не должна была смутить. Мы обязаны выходить из группы. Тем более, что та же Греция никак не могла внушать страха. В матче открытия с Польшей ей помогло удаление Сченственного. Матч с Чехией эллины проиграли и вовсе уже к шестой минуте. По невероятному стечению обстоятельств греки и россияне в третий раз к ряду встретились на Евро. Еще и в группе. До того россияне дважды побеждали. На Евро 2004 наши вообще оказались единственной командой, которая сумела обыграть будущих чемпионов. Эллиным нужно было кровь из носу побеждать. А на этом чемпионате в двух встречах они сумели набрать только очко. В играх против Польши и Чехии они показали, что умеют огрызаться, кусаться, контратаковать, но не играть. До гола Карагуниса греки за 45 минут не нанесли ни одного удара в российский створ. 20 минут второй части первого тайма они даже до владения Малафеева не добирались. Но надо же, сделали одну вылазку и воспользовались ей сполна. Греки разыграли аут, Денисов Жирковым ошиблись позиционно, чем воспользовался Георгис и нанес смертельный удар. Казалось, впереди 45 минут второго тайма. Времени отыграться предостаточно. Вот только теперь русским предстояло играть под прессом. Впервые на турнире. Проиграя не Польше, оставался шанс реабилитироваться с греками. А в этом матче обратной или обходной дороги уже не было. Кроме ничьей в параллельном матче. Что делать? Куда бежать? С шашками на голову нестись в атаку чревато риском пропустить разящую контратаку. При 0-2 положение становилось практически непоправимым. Вот и играла Россия с оглядкой на свои ворота. В крайне нервозной обстановке прошел весь второй тайм. Время неумолимо таяло, а россияне все искали брешь в греческой обороне. Больше всех досталось безусловно зенитовцам. Их и так нежно любили за Газпром и большие деньги. А тут еще это тукер Жаков промах с близкого расстояния. Есть передача! Нужно так! И словесная дуэль Аршавина с неким депутатом, атаковавшим капитана сборной в отеле. Мол, я вам ничего не должен. Это ваше поражение. Не правда 100 миллионов россиян. Если бы не правда ни ваше ожидание, то жесть это ваше поражение. По итогу чехи заслуженно прошли в плей-офф, да еще и с первого места. Впервые подобное удалось команде, стартовавшей не просто с поражения, а поражения разгромного. Также заметим, что чехи впервые в истории Евро заняли первое место в группе с отрицательной разницей мячей. К слову, наши соседи украинцы тоже начали за здравие. Их не сломил своим голом даже великий и ужасный Златан Ибрагимович. Спустя всего несколько минут легендарный нападающий Андрей Шевченко сделал это. Киев гудел в прямом и переносном смысле как минимум до двух часов ночи. Далее хозяевам чемпионата кров из носу нужно было набрать очки с одним из топов либо с Францией, либо с Англией. С трехцветными не получилось, а со львами вмешался в игру венгерский арбитр Кашаи. В самом начале второго тайма не лучший навес Стивена Джеррарда превратил в гол Уэйн Руни. 1-0 в пользу англичан. Хозяева не сдавались. На 61-й минуте они провели вертикальную классную атаку, в результате которой натурализованный серп Марка Девич выскочил один на один с Хартом, пробил, но мяч после рикошета от голкипера был выбит с линии ворот Джоном Терри, который, как позже станет известно, выгребал Круглова уже за ленточкой. После такого эмоционального удара украинцам было очень непросто собраться с мыслями и претендовать на что-то серьезное. Гол Руни так и остался единственным в той встрече. Этот гол уже не приходит ко мне в тревожных снах, хотя забыть его невозможно. Это останется со мной на всю жизнь, сказал расстроенный Марка Девич. По самой же Украине поползла волна беспорядков. Кто-то публично оскорблял судью, кто-то поджигал дымовые шашки, а кто-то обещал взорвать Олимпийский стадион. Теперь давайте посмотрим, что там было у нас в других группах. Квартет Б по праву можно было назвать квартетом смерти, ведь в ней играла и всегда относящаяся к фаворитам Германия, и действующая финалистка Мундиаля Голландия, и Португалия с Роналду. Однако на деле борьба велась отнюдь не между этими командами. А все почему? А потому что вмешалась в спор нехватающая звезд с неба Даня, обыгравшая в сухую Голландию в первом туре. Затем Малая Гвардия чуть было не камбэкнула во встрече с Португалией. На мячи Пеппа и Пашкиги своим дублем ответил сам лично Лорд Бентнер. Но под занавес игры выиграл с Викторией для португальцев мало известный широкой публике футболист Сильвестр Варелла. Конечно в третьем туре даже проигравшие две стартовые игры голландцы имели шансы на выход в одну четвертую. Но когда вот так играет Криштиану Роналду то ничего не поделаешь. Португалия и Германия идут дальше. Из группы С в плей-офф выйдут испанцы и итальянцы. Хотя конечно и игру Хорватии тоже стоит отметить. Модрич кстати уже тогда выдавал красоту. Но на мой взгляд со жребием славянам немного не повезло. В третьем туре играть с самой сильной командой мира того времени врагу не пожелаешь. Испанцы в свою очередь на 14 евро в истории ввели тренд на игру без нападающего с так называемой ложной девяткой. И что ж надо сказать ставка на это действительно сыграла. Статистика Сеско Фабригаса лишнее подтверждение. Кроме того эта группа запомнилась парой-тройкой комичных моментов. Как например подножка Икеру Кассилиусу Фол со стороны главного арбитра а бедного тренера Ирландии Тропотони и вовсе сбили с ног. Насколько крутым был групповой этап настолько же невзрачным был раунд на вылет. Да конечно Германия с Грецией устроили шоу но тот матч на мой взгляд был исключением из правил. В трех оставшихся встречах было забито всего три гола. Португалия мутузившая весь поединок Чехию смогла склонить чашу весов в свою пользу только под занавес встречи. Породистый гол головой на счету лидера и капитана. Испания практически не напрягаясь одолела Францию 2-0 а Англия с Италией с забитыми мячами и вовсе не порадовали. 0-0 серия пенальти Паненко Капирло Сэйвы Буфона и итоговый триумф сквадры. Украинские фаны я думаю сильно обрадовались такому исходу. Первый полуфинальный матч смотреть как сейчас помню было трудно несмотря на то что играли сплошь звезды мирового футбола. Команда Испании и Португалии в основное дополнительное время победителей не выявили. Дело дошло до 11-метровых которые португальцы настолько плохо били что даже Роналду не успел пробить. Единственный матч который порадовал с точки зрения интриги вкупы с голами это второй полуфинал между Италией и Германией и жарким его сделал никто иной как Марио Болотелли. Я думаю те кто начал следить за футболом хотя бы даже лет 8 назад сейчас просто офигевают с дубля Марио в полуфинале самого престижного континентального турнира да с дубля не простого а победного а еще это его празднование со снятой футболкой и тремя полосками вот уж точно рок-звезда. В финале звездами не суждено было стать никому из итальянцев. Разгром испанцами Италии 4-0 сравним на мой взгляд с финалом Евро-72 ФРГ СССР где Пекинбауэр и компания продемонстрировали какой-то неземной уровень футбола. Полная деклассирование очень жаль что борьбы не получилось Испания трехкратный чемпион Европы Дорогие зрители спасибо вам большое за просмотр Подписывайтесь на канал и ставьте лайк если вам зашел видос Пишите в комментариях чем вам запомнился Евро-2012 А также заходите в наш Телеграм Там мы вместе с подписчиками каждый день выбираем лучший гол турнира лучший ассист лучший финт лучший промах Так что у нас очень круто Вы можете также еще почитать о интересных фактах о цифрах о героях Ссылку я оставлю в описании Присоединяйтесь к нашей большой футбольной семье Захар Аманенков Энциклопедия футбола Любите и чтите историю До скорого Энциклопедия футбола